Суколь. Работают мастера насечки по дереву серебром и металлом. Как всякое искусство, и это требует верной руки, терпения, фантазии, вкуса. Аул Цовкра известен своими петлеванами. Петлеван значит акробат. Старейший петлеван 70-летний Алихан Умаев и самый молодой Магомед Рамазанов. Но разница в годах стирается, когда на площади аула происходят состязания в гибкости и ловкости. Все петлеваны колхозники-животноводы. Их самодеятельные выступления, их состязания стали народным обычаем. В горах, где тропа бежит по краю обрыва, где часто ходишь по скале, как по канату, рождается ловкость, гибкость, точность движений. Сегодняшний праздник посвящен проводам чабанов на зимнее пастбище. Чабаны, перегоняя отары с гор в низовье, проходят через аул. Надолго прощаются с ними односельчане. Магомед Рамазанов Магомед Рамазанов Все ниже спускаются стада. На пути, как вехи, стоят мачты высоковольтных передач. Преобразился облик гор. Гергебельская гидроэлектростанция. В ущелье Каракойсу плотина, преградив бег горной реки, создала новое озеро. Режимом воды управляет Гасан Хадуров. Он прошел путь от рабочего строителя этой станции до начальника гидроцеха. Электричество пришло в неприступные горы. После войны широко развернуло строительство электростанций. Станция в Хаджал-Махи, в ауле Тиньди. Более ста электростанций имеют колхозы республики. Линии передач пересекают горы, как и шоссейные дороги, проложенные там, где вились только конные тропы. Автомобильные пути проходят из аула в аул. Дагестан превратился в страну отличных дорог, и автотранспорт стал главным средством сообщения. Широкие ленты Кудрона ведут к городам, центрам промышленности и культуры. Ербент, старейший город Дагестана. Старинная крепость видала у своих стен римские легионы и арабскую конницу, персидских и турецких завоевателей. Новая жизнь течет под древними сводами. Ербенту полторы тысячи лет, а город Каспийск только в 1940 году нанесен на карту. Десять лет назад здесь была бесплотная солончаковая степь. В Дагестане выросли новые города, рабочие поселки, крупные промышленные центры. Завод «Дагестанские огни» построен в первые годы революции. Это был первый механизированный стеклозавод в Советском Союзе. Он работает на естественных горючих газах. В Республике созданы новые отрасли промышленности. И среди них, город из Дагестана, нефтяная промышленность. Это «Изверг» — город нефтяников. Буровые вышки тянутся вдоль берега Каспия и уходят далеко в море. К ним ведут длинные эстакады. Нефть добывают здесь из недр морского дна. Бригада мастера Ивана Пугачева показывает образцы скоростного бурения. Один из лучших скоростников — Абдураким Раджабов. На другой вышке применяется новейший метод — наклонное двухствольное бурение. Бригады мастера Алексея Косикова проходят одновременно две скважины. С самого зарождения дагестанских промыслов работает на добыче нефти старший оператор Бактимир Умаров, славный представитель выросшего в Республике рабочего класса. С лучшей бригадой турбинного бурения Асрета Давлидханова встретился председатель Совета Министров Дагестана Салам Айдинбеков. Работники промысла все более увеличивают добычу нефти для страны. Вышки строят непрерывно. Готовые фермы подвозятся на эстакады, наращиваются пути к будущим скважинам. Водолазы укрепляют металлические сваи. Стальной каркас ляжет на свайное основание, новые пролеты эстакады продвинутся в море. Все дальше уходят нефтяные вышки в просторы Каспийского моря. Морскими путями приходят в Дагестан грузы. Каспийский моря Столица республики Махачкала стоит на морском берегу. Самому морю подходит город Сар. Это политический и культурный центр Дагестана. Здесь работают лучшие представители науки и искусства. Заслуженный деятель искусств художник Муэддин Араби Джамал заканчивает картину «Чабаны». Создан дагестанский филиал Академии наук СССР. Его возглавляет доктор физико-математических наук Хайбула Амирханов. В медицинском институте читает лекции старый русский врач профессор Доброхотов. Абдул-Латип Селимханов, заслуженный учитель РСФСР, передает свой опыт лучшим педагогам. Вот женский учительский институт. Здесь учатся представители всего многонационального Дагестана. Едиными интересами живут подруги Даргинка Батимат Сулейманова, Лачка Юлия Валиева, Азербайджанка Шахнас Гасанбекова, Аварка Каримат Гаджиева и Табасаранка Касият Манатилова, Лизгинка Шахнас Рагимханова, Кумычка Байрус Алиева, Неразрывную дружбу единой семьи народности Дагестана Воспели прославленный народный поэт Аварец Камзат Цедаса, Народный поэт Лизгин Тагир Хрюкской, Народный поэт Лакец Абуталиб Кафуров. Каждый на своем языке, они говорят о жизни преображенного Дагестана. Сотни книг и газет издаются на языках народности, населяющие Дагестан. На пять языков переведен... Гордостью за Родину проникнуты слова Машидат Гайрбековой, Молодой горянки-поэтессы. Пред миром всем стою без страха, Я девушка-горянка из Ахваха, Я та, что к солнцу поднялась, Я та, кому открыто института в двери, А заслужу и зал в самом Кремле, Я та, кто твердо, нерушимо верит, Что только так должно быть на земле. Да, только так должно быть на земле. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...